В наводнении на севере Якутии виновата глобальное потепление, считают ученые. Специалисты со всего мира, изучающие вечную мерзлоту, встретились в Академии наук Якутии. На седьмой международной конференции по процессам воздействия холода на почву профессора поделились своими исследованиями с коллегами и нашим корреспондентом. На прохладной, но дружественной и гостеприимной земле нашего самого большого в мире субнационального региона, Республика Саха, Якутия. В половоде на севере Республики виновны не только обильные зимние осадки, но и глобальное потепление. А если быть точнее, за счет таяния подземных льдов освобождается в больших объемах накопленная влага. Она сначала заполняет озера, а потом и реки. Сейчас это на уровне не только России, но и мира проводим исследования. И как знак признательности наших достижений, вот седьмая международная конференция по кириопедологии была решена провести в Якутске. Это успех якутского почведения, я считаю. Ученая из Новой Зеландии поделилась результатами своих исследований почв Антарктики. Она с коллегами проводит мониторинг влажности и температуры почвы и определяет, как изменения океана влияют на эти параметры. Для меня очень важно узнать итоги исследований по почвоведению, которые проводятся в России, и сравнить данные с уже имеющимися. С ученым из Японии сотрудничество налажено еще с 90-х годов. Профессор Хатана занимается изучением содержания углерода в почве, а именно какое влияние оказывают лесные пожары на содержание этих газов в почве. Очень важно сегодня узнать состояние вечной мерзлоты, на территории которой проживает местное население, и проводить превентивные меры по сохранению этой мерзлоты. Большая площадь всей мерзлоты приходится на территорию России. Грунты Севера Канады и Аляски схожи. Основные исследования учеными сообществами проводят именно на этих территориях.